Тонко объяснить, что он сделал не так. Она просто сажала его обратно за парту со словами. Ну ладно, сейчас какой-нибудь отличник за тебя дорешает, а ты посмотришь и всё поймёшь. И вызывала того, кто знает, как дорешать. И разумеется, этот дундук садился обратно за парту со словами, наконец-то. И дальше продолжал залипать в телефон или же заниматься любой другой хренью. И чтобы вы понимали, в 11 классе, когда вроде бы как всех учеников нужно готовить к ЕГЭ, так как ЕГЭ по математике сдают все абсолютно, она даже не пыталась надрессировать нас типовыми заданиями из экзамена. То есть она просто кое-как преподавала нам тему из учебников. Причём, чтобы вы понимали уровень её непрофессионализма, в 11 классе я уже к октябрю, благодаря репетиторше, знал наперёд любую тему, которую она начинала нам объяснять. Да так, что мне даже записывать ничего не приходилось. Я просто выходил в доске, на изи решал любой пример и садился обратно. И когда настало время сдавать ЕГЭ, оказалось, что другие ребята, которые с репетиторами не занимались, даже половину тем с ней не изучили, которые должны были быть в ЕГЭ. И это ещё ладно, она хоть была более-менее адекватной, как человек. И как бы ещё всё можно было списать на её маленький стаж в преподавании. Но у нас были такие без...